А перед просмотром данного выпуска рекомендую бесплатно поставить лайк этому видео, а также бесплатно подписаться на YouTube-канал и на другие социальные сети, представленные в описании к видео, дабы оставаться в курсе всех событий солнечной Турции. Приятного просмотра! Еще раз можешь повторить, что было? 8 августа мне приходит приглашение за надолго курса. В течение 2 суток мы занимаемся вот этой вот оплатой за полмесяца. С кем я не поняла? Кто занимается поступлением. Вот через нее я поступила. 22 августа я прилетаю в Иске-Шехер за дополнительную оплату 300 долларов. Она там встречает, заселяет меня туда-сюда. Я прилетела, и в тот же час она мне говорит, какой у тебя бюджет. Я говорю, что она у меня ограничена. То есть до 90 тысяч деньги. Это где-то 3 тысячи лир. И она оказывается находит первопопавшееся общежитие. Мне оно не нравится. Я это говорю. Она меня ставит перед фактом. То, что в 7 часов она уезжает в Анталю, хочешь это снимай. Или за 150 тысяч деньги иди и ищи квартиру. Она знает, что я не смогу столько оплачивать. И мне говорят, я обзвонила 10 общежитий. Там все полное. Около Анадолу вуза ничего нет. А это общежитие, она абсолютно, вы поймите, вообще без условий. За 9 остановок от Анадолу очень далеко. В общем, мне не нравятся условия. И это я и вам с хозяином договорим. В общем, деньги с меня получают. Понимаете? Потому что суда никто не заселяется. Я говорю об этом. А то она мне отвечает, что в контракте написано, что я имею право выселяться только в том случае, если нахожу вместо себя человека. Если нет, то она мне грозит судом. И то, что там подаст международный суд. То, что меня депортируют откуда. Потому что по договору я должна жить здесь 12 месяцев. Или я плачу там миллион теги, да, за вот эти 12 месяцев. И все. И говорит, или подаем в суд. В суд, в суд, в суд. Угрожает мне судом. Потом я говорю, вы найдите просто студентку, да, вместо меня, на мое место. Я тихо-молча уйду. Она говорит, я тебе верну все бабки, мне просто в запахло этим заниматься. Да вообще мне похрен. Вы понимаете, она не только я, еще двое студентов. Кого она просто с Казахстана кинула. Это ладно, это поубеды. А вот проблема с документами, как никомет сделать, как в этот подать. В университет, да? Да, да. Хорошо, я поняла. Всем привет. Я нахожусь здесь в Писусире. Сейчас история. Час, это, а? Час, это. Очень холодно, очень, 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 очень. О-о-о-о-о-о-о. У меня прям, я прям трясусь. Мне необходимо будет вытащить из чемодана одежду тема, потому что очень холодно, ребята. Все, теперь оденусь и выйду к вам. Итак, друзья, мы видим артикушнёры. Делось потеплее. И не так уж и холодно стало. Да, из Писусире очень холодно. Меня встретил прям холодно. После Измира это что-то с чем-то несравнимое ощущение, с какими путями я здесь. У меня клиентка поступила в город из Писусире. Я буду помогать ей сегодня, вот уже вчера ночью я выехала. Сегодня приехала, буду заниматься студенческими вопросами, заселением и тому подобное. Так, мне бы на выход. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Я наконец-то заселилась, просто с 6 утра здесь сидела на холоде, очень сильно замёрзла, оделась вон тепло. Пришла моя клиентка, моя ученица, спущусь сейчас вниз и пойдём вместе в университет. Первое, потому что от меня требуются какие-то рейсы. Суд, не суд, я на тебя подам в суд. Я подам на тебя в суд, я подам на тебя в суд. Вот так вот. Кричит на 17-летний. Так, ребята, мы находимся в кампусе университета Анадолу. Красивейший университет города Эски-Шехир. Просто какой-то ботанический сад. Вообще непривычно. Ты ранее сюда проходила? Нет. Или впервые? Нет, 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 впервые. Впервые, да? Ну вот, сейчас посмотрим. Необходимо зарегистрировать, пройти окончательную регистрацию, подать документы и сделать вид на жительство студенческий. Иншаллах, вот за этим я и приехала. Ну, на самом деле, кампус очень красивый, такой весь зелёный. Да, утопает, так скажем, в деревьях. Действительно, как ботанический сад. Это ректорат университета Анадолу. Да, сейчас мы поднимемся, сдадим документики. Иншаллах, возьмём свидетельство о том, что является уже официально студенткой. И на основании этого будем делать вид на жительство. Вот. На самом деле, посмотрите, какой красивый кампус. Солнышко, наконец-то, поднялось. Не так холодно. Да, я с шести утра просто стояла в этом отеле, не могла зайти. У них все номера были закрыты. Или же там у них уборка. В общем, да уж. Так. А вообще, знаешь, я слышала, что университет, она вообще город из Кишхир. Он такой молодёжный, студенческий. Здесь все удобства для студентов. Пока еще не сидишь. Горят, они не сидят. Ну да. Вот, наконец-то, мы нашли это здание большое, огроменное. Будем задавать сейчас документы. Да, действительно, здесь потеряться вполне возможно. Но, на благо, есть я, да. Вот, какое большое здание. Сейчас просим на ресепшене по поводу тебя. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сдала все свои документы. Она уже официальная студентка университета Анадулу, города из Кишхир. Сейчас пойдем в ее факультет и возьмем Рянджи Бельгисе. Свидетельство о том, что она является студенткой. И это свидетельство будет основанием для подачи студенческого вида нажительства. Так, мы направляемся в факультет туризма, куда поступила непосредственно наша девочка. Перед нами раскрывается вот такая красотища. На самом деле, кампус университета Эски-Шехир Анадулу очень красивый, да, большой, аккуратный. Видно, что за ним ухаживают. Стало тепло, кстати. Не знаю, мне нравится. Как будто бы какая-то другая... Как сказать... Посмотрите на вот эти вот домики. Как будто вы где-то в Англии находишься. Вот такое вот интересное чувство испытываешь. Так, мы дойдем до факультета, потом дальше продолжим. Туризм, да? Нет, вон там на табличке написано... А, что нужно туда идти, да? Посмотрите. Здесь настоящий вертолет. Круто, круто. Или ты с чем? Или ты с чем-то связь? Связь и очистки? Здесь написано, что это за вертолет. Мы уже запутались, мне кажется, обратно. Нет, 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 мы правильно идем. И самое интересное, постоянно вот так вот летают военные самолеты над Эски-Шехиром. Немного странно, немного пугающе звучит. Так. А те таблички указывают, что твой факультет где-то впереди, да? Вот надо прям заглядывать, да, вот, в кусты, заросли, там. Что написано? Эдембият факультет. А, Эдебият. Литература получается. Эдебият вет. А нам нужен туризм. Где-то здесь. Да, здесь действительно можно потеряться, поэтому... Где-то? По карте. Вот мы ориентируемся. Ориентируемся. Ранджи и механесы. Это столовая. Вон такая. Тут настоящая осень. Да все уже. Кто там что-то делает. Сразу в Нигара-Ваджас. Давай не будем больше ошибаться. И вот. Видит Бог. Дошли мы до факультета твоего. Сейчас зайдем. Да. Сейчас с какой стороны заходите? Мы гуляли. Прогуливайтесь. Иншала здесь. Проходите. Спасибо. Спасибо. Сейчас зайдем. Прогуливайтесь. Прогуливайтесь. Да. Ранджи и механесы. А вот это она просила. Вот это документ нужно. Это нужно отправить. Я вам отправлю. Хорошо. Давай разберемся. Какой у тебя факультет? Туризм. 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 Гастрономить. Ресторан. А не сделай. Сейчас. Подождите. Писание. Попробуй. Сейчас вам предоставлю свидетельство о том, что моя студентка является студенткой. Свидетельство о том, что является официальной студенткой. Эуренть Бергесе. Берется непосредственно в ее факультете, факультет туризм, гастрономии. Ждем, пока предоставят документы. А ты уже все должна была. Клик и все такое. А, это имя? Да. Все. Оригиналы все, а они имя не забывают. Хорошо, хорошо. А перевод? У тебя остается. Все, что нужно было, они забрали. Все, что не нужно было, они тебе вернули. Наш свидетельство, наше свидетельство о том, что она, моя девочка, клиентка, является теперь студенткой. Свидетельство о студенчестве. Он уже готов. Сейчас подпишут в последние штрафе. Таан. Таан. Ты секьюри даришь. Холодяйся. Поздравляю. Спасибо. Ты теперь официальная студентка. Мы получили свидетельство о том, что является студенткой. Свидетельство студента получили. Теперь, сейчас направляемся в Томер на языковые курсы. Сейчас зарегистрируем девочку туда. И все. На этом наше дело с университетом. Иншаллах, да, с Всевышним, будет завершен, подходить к концу. По этим табличкам можно посмотреть, где находится Томер. Спустя час мы нашли этот Томер. Очень большой кампус в университете. И мы реально бродили, бродили, бродили. В итоге нашли. У кого-то, кому не спрашивали, да? Господи, пожалуйста, не пугай меня. Вы все знаете про мою кинофобию. Вот здесь на негеричке. А, нет, здесь ремонт. А что происходит? Здание в ремонте. На ремонте наверняка наверху. А там есть человечки? Нету никого? Пахнет школой после ремонта. Я слышу наверху. Да, наверху голоса слышат. Регистрация в Томер. Вот здесь подпись. Все, мы тебя зарегистрировали в Томер. Теперь тебе необходимо внести оплату. Сейчас пойдем и внесем оплату. Можно вот как сделать. Найти банк. Нигер, наденьте, пожалуйста, я его сюда положу. Только что мы провели оплату за Томер. Да? Сейчас отправляем по почте к питанцу. Каковы твои ощущения? Ты теперь официальная студентка. Легкость. И университеты, и курсов Томер. Да. Все. Ощущение легкости. И благодарности Нигари за все. Ну, я, так скажем... Я счастлива видеть ваши счастливые лица. Теперь главная задача увидеть в отсуток. С десяти утра мы здесь до пяти вечера. Представляете? Ой, то есть с десяти до трех. То есть пять часов мы здесь. Обед. Да. Мы прошли все, что возможно было пройти. Это еще малую часть прошли. Там еще, помните, та сторона не прошедшая? Да, мы его тоже сделали. Главное, документы пришли? Да, самое главное, мы документы все подали, сдали. Внесли оплату. Зарегистрировались. И все. И теперь у нас остается дело за мамой. Вид на жительство. Там уже... И все. На сегодняшний день, наш рабочий день подходит к концу. Влог тоже будем завершать вот такой, на такой прекрасной ноте, где мы с чувством выполненного долга прощаемся с вами. Пока.